Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию со дня образования Могилевщины, состоялось в областном исполнительном комитете. Участие в нем приняли ветераны войны, спортсмены, активная молодежь города, также заслуженные деятели культуры и науки. Включились в идеологическую работу в области в том плане, что вошли в состав идеологических групп областполкома, райисполкома, горысполкома и тоже в этом направлении работаем. То есть скучать некогда, некогда останавливаться на достигнутом, надо идти вперед, вперед, вперед. Вот в этом мы видим свою цель, но это кроме того, что надо писать произведение, хорошее, талантливое произведение. На круглом столе собравшиеся обсудили перспективные пути развития в экономической, культурной, социальной сфер Приднепровского края. Как отметил председатель Могилевского госполкома Владимир Цумарев, на сегодняшний день Могилев обладает большим потенциалом и готов к дальнейшему развитию и процветанию. На текущий год включен раздел строительства общего двадцатого школы в микровиднике СМИР. В рамках 80-летнего юбилея Могилевщины объявлена акция «Стафета добрых дел», под эгидой которой в регионе открываются новые социально значимые объекты. В числе таких ввод в эксплуатацию нового детского сада в микрорайоне Казимировка, открытие нового операционного корпуса в Могилевском областном онкологическом диспансере. Также в планах города завершение очередной части благоустройства территории парка Подниколья. Итоговым мероприятием станет торжественное собрание в Могилеве, которое состоится 2 февраля 2018 года. Первый областной этап конкурса профессионального мастерства «Мастер года» стартовал в Могилеве. Сегодня учебные заведения из всех областных центров региона продемонстрировали профессиональные навыки своих учащихся и творческий подход в будущей работе. Участие в традиционном конкурсе приняли представители 16 профессий, среди которых парикмахеры, повара, кузнецы, швей, водители и другие рабочие специальности. Областной конкурс профессионального мастерства уже стал традиционным для нашего города и ежегодно собирает молодых и талантливых мастеров своего дела. В этом году в рамках конкурса, в рамках областного этапа мы очередной раз посмотрим педагогические способности мастеров производственного обучения, системы профессионального образования области, в рамках мастер-классов, в рамках открытых уроков производственного обучения и в рамках визитки, в которой они представят свою профессию. На специальных зонах ребята показали мастер-классы по своим специальностям. Парикмахеры удивляли в искусстве современных причесок, повара провели для всех желающих мастер-класс по приготовлению мягкого мороженого, а будущие почтовые работники научили правильно упаковывать посылки. Мы представляем наш колледж, это почта, почтовое отделение, показываем упаковку, распаковку, то есть все то, что нужно в жизни, посылки, мелкие пакеты. Здесь мы демонстрируем сегодня мастер-класс по приготовлению мягкого мороженого, так сказать, ручным способом, без использования каких-либо установок механических. Для этого нам были необходимы сливки, сахар и ваниль, а также лед и соль. Областной конкурс «Мастер года» проводится среди мастеров производственного обучения 2-й, 1-й и высших квалификационных категорий, учреждений образования и профессиональных лицей с целью повышения престижа профессии мастер производственного обучения. Победители конкурса определят жюри на завершающем этапе, который состоится 30 января на базе Бобруйского технологического колледжа. Вероника Драбушевская, Леонид Сикорин, 2-й канал. Жилой дом горел в Могилеве 15 января. Сообщение о пожаре по улице Дашковская поступило спасателям около пяти вечера. По прибытии к месту вызова подразделения МЧС происходило горение дома открытым пламенем. Хозяйка одноэтажного деревянного дома находилась на улице. Огнем повреждена кровля, стены жилого дома пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособака.tv2.by Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова